Страшно детям отвечать на вопрос, а нас убьют, и за что нас убьют. У них было здесь рабовластник, работорговец. Вот такой, зачем он шел? Вышел батюшка, говорит, загоните свою технику на территорию монастыря. Везде падает, на территорию не попадает. В августе-сентябре 2014 года внимание мировой общественности оказалось приковано к небольшому городу Иловайск. К тому моменту здесь силами ополчения Донецкой Народной Республики в окружение попала огромная группировка ВСУ, поддерживаемая террористическими батальонами. Мировая общественность была возмущена. По мнению тех людей, которые ни разу не приехали на юго-восток Украины, в этом котле ополчение буквально варило украинских военнослужащих. То и дело, из той или иной заинтересованной страны раздавались призывы выпустить ВСУ из котла, как есть. Но почему-то ни одна из заинтересованных стран и ни одно из высокопоставленных лиц не попытались призвать террористические батальоны прекратить убивать людей, стрелять по школам и детским садам или выставлять заложников в качестве живого щита. Но, собственно, мы забежали далеко вперед. Вернемся в 2014 год. Тогда война только подбирается к Иловайску, и местные жители все еще надеются, что она обойдет их стороной. Мы сидим с мужем, и я мужу говорю, ой, не дай бог в Иловайске будет, это трудом, а еще Миша нет. А муж говорит, да зачем ты, кому Иловайск нужно? Иловайск не нужен. А вот граница рядышком, вот это нужно будет. Потом, когда уже пошел Миша, когда нас вот, я, наверное, ошибочно сказала, Юля нас на Петра и Павла бомбанули первый раз. И когда уже пошел Миша, я уже поняла, что это все будет. В 13 августа город был уже окружен полностью. Ну, чисто блокада произошла. Мы не готовились к войне, никто не знал, что придет война. Мы предполагались, мы знали, где бомбоубежище. Но так, чтобы его конкретно там вот, его вычистить в этот, проверили. Электричество там есть, где воду можно было взять, вентиляцию, это было. Но это помещение, которое было законсервировано не один год. Это пыль, это грязь. Неприятель после поражения под Шахтерском решил отыграться на Иловайске, поэтому все силы были стянуты сюда. До сих пор данные о численности украинской армии сильно разнятся. Неприятеля сколько было примерно? Вы знаете, мы не считали, ну, да хрена. Судя по технике, которая стояла на многополии, вот вся дорога, начиная от Иловайска до Амбросиевки. По данным Украины, Украины, с одной стороны, есть данные, что их двигалось 8,5 тысяч, с другой более, ну, это непроверенное. 14,5 тысяч были, двигалось на Иловайске. Большинство военных сходятся во мнении, что для того, чтобы удержать город, количество защищающих должно относиться к количеству нападающих максимум как один к трём. Но Иловайск эту формулу сломал. У нас на момент было 127 человек, всего, защищавших Иловайск. Количество на каждого нашего бойца приходилось по 100-150 человек. Гиви еще вышел, кто со мной остается? Все стоят, в смысле? Говорит, я никого не держу, потому что неизвестно, что сейчас будет. Если кто-то хочет, сложите оружие, переодевайтесь и уходите, пока есть возможность. Все, ты что, батя, куда идти? Наша земля, тем более Иловайские все, куда? Я говорю, нет, шутки так не пойдут. Говорит, ну тогда давайте начинать рассыпаться во все стороны. Иловайск начали пытаться штурмовать не раз-два раза в сутки, а чуть ли не пять-шесть раз. Было принято решение затянуть их в огневой мешок и уничтожить. Как и в блокадном Ленинграде, Иловайске, который оказался в плотном кольце, была своя дорога жизни. Она вся простреливалась. Один раз Боня чудом избежала гибели от прямого выстрела танка. Но люди все равно продолжали возить в осажденный город продукты, буквально натирая от руля мозоли на руках. У нас дорога жизни была, по которой мы завозили боеприпасы в Иловайск, вывозили раненых, ребят туда, то есть как бы отправляли продукты туда, отправляли. Это было через Тройска-Харциск. Были такие случаи, что мы отсюда вывозили своих раненых, мы не могли проехать, мы проносили дорогам то, что я знал, где можно пройти, то, что как бы местно понимал. И проходили ночью, выносили людей. То есть на себе вы? На судьбе выносили, да. И у нас перед носом как раз прилетел врага, но, слава богу, не разорвался, потому что он прилетел буквально как в пяти от машины. У нас товарищ Алик, который на своей машине жил 24 часа в сутки и 7 дней в неделю. Он с машины просто не вылазил. Он привозил сюда хлеб, он привозил сюда продукты, лекарства, памперсы, прокладки женские, какие-то сладости. Где чего мог добыть, то и привозил. Спрашиваешь у них, вот как ты мог под обстрелами ездить? А мне говорят, жалко людей, мне надо людей вывозить. А воевать что-то не буду, а я боюсь. Поначалу украинская армия чувствовала себя максимально вольготно. Настолько, что решила временно отменить у себя действия международных правил и норм. И применила по мирным кварталам Иловайска фосфорные бомбы. У нас бомбили, это не дай бог. Это невозможно было. Со всех армии. Вот так утром встаешь, ползет такой белый, фосфорные эти вот. Вы видели, да? Да, да. Постоянно, каждый вечер, да и днем они сыпали, потому что вечером оно более видно, оно же освещает все. А если посмотреть по самому частному сектору, куда больше всего попадало, там видно прожженные. Не только крыши, но, извините, до подвалов у людей фосфор прожигал. Они фосфорные бомбы применяли. А вы видели, да, вот этот фосфор? Я, мне когда рассказывали, как горели наши столки вода на воде, потому что водой не тушится. Николай Федорович, ветеран войны. Он воевал сначала как партизан в Белоруссии, дважды попадал в руки гитлеровцев. Но ему всегда удавалось бежать. И он уже и не думал, что фашизм, против которого он сражался и победил, снова, через 75 лет, придет к нему на порог. А эти три бандеровцы с автоматами из-за забора. Ах ты, сука, ах, сволочь, а такая. А ну и веди, показывай. Где твои мужчины? А у нас так. Выводят, смотришь, что еще способен автомат держать. А они вот уже стреляли. Идите, смотришь, погром, знаешь, что там люди сидят, я не туда гранату кинуть. Она идет, кричит, Коля, выходи тут, тебе хотят видеть мужики. Я выхожу с палочкой. Посмотрел. Не, воевать. Прочу их. Не будем себя трогать. Защитники Иловайска стояли насмерть. Зачастую по несколько суток они вели наблюдения, стояли на позициях, отбивали атаки неприятели. Людей было просто некем менять. Четыре суток – это без смены, когда не было возможности даже поспать. Знаете, вот, наверное, привычка сидеть на энергетиках осталась с того момента. Кофе, энергетики, энергетики, кофе. Все всегда сменялись, когда Мишка спрашивал, типа, где, что, что, как. Говорит, так, говорит, по нефациям опять, говорит, с этим самым. С ведром, говорит, на крышу поползла. Потому что я с собой всегда брала ведро патронов, потому что цинках таскать неудобно. В осажденном городе люди в перерывах между обстрелами пытались наладить хоть какую-то жизнь. И вещи, привычные нам, вроде тишины, начали вызывать у мирных жителей обратную реакцию. Бах-бах-бах, трах-трах-трах, постреляли, покидали. Это уже в порядке вещей. В школу ходили дети, в садики ходили. Уже привычно было. На работу ходили. Может, на работу точно так же ходили. Но стреляют, это все хорошо. Если это тишина, это уже начинается вот эта вот струна где-то внутри зажатая. Ты уже понимаешь, что что-то будет уже не очень хорошее. Мирных граждан Лавайского СОУ Тербата кошмарили регулярно. Абсолютно все наши герои убеждены, что по гражданским объектам били целенаправленно. А если узнавали, что в доме есть бомбоубежище, то можно было с уверенностью сказать, что именно он будет целью следующего обстрела. Ну а если выгнать людей из подвалов таким образом не получалось, то в СОУ Тербаты наведывались к и без того перепуганным людям. На той стороне вот там детский садик, ласточка, там в подвале люди сидели, сидели вместе с доблестными освободителями. Украинскими, которые нас пришли тут освободить. От чего освободить? От нашего жилья, от наших жизней. Заставляли, выгоняли людей целенаправленно. Выгоняли, да, заставляли включать телефоны. Потому что мы уже знали, что когда начинается обстрел, нужно телефоны выключать. Потому что отслеживается большое скопление телефонов вот этих сигналов и в эти места бьют. Бьют целенаправленно. Тут выгоняли. Бомбанули нашу пятиэтажку и второй этаж, а мы на втором этаже живем. Так все говорили. Так тогда еще Миша мало кто знал, что на Гиви слово только начиналось. Это Гиви в квартиру хотели попасть. Так Гиви тогда еще никто не знал. Что тогда Гиви? Только у Славянской был и приехал, а тут у Лавайской 10 дней побыл. И Лавайск, как рассказывали наши герои, горел круглые сутки. Над городом висело черное густое облако. Горело все, даже стволы орудий. Только люди, каким-то непонятными, нечеловеческими усилиями держались и защищали город. Притянули сюда рапиру, укроповскую тоже. Ну, будем так говорить, что ствол мы ей спалили. Еще одной проблемой стала медицинская помощь. Больницу Росбомбили, врачей не хватало. Ополчение помогало местам, насколько это было возможно. Иногда медики выполняли сразу несколько функций. И единственным страхом было не перепутать, кому готовить, а кого лечить. И хирург Михаил Александрович, он делал операции. Просто в гараже делал операции. В гараже? Да, в гараже. Потому что больница была обесточена, по ней попали. И он делал операции людям. И спасал людей. Света покойная, которая погибла при обстреле тогда центра города, когда она на театральную прилетела в 15-м году, 14 февраля, она как раз погибла. Она сама с Иловайской отсюда. Она у нас и готовила, и тут же зашивала. Говорит, господи, хоть бы не перепутать. Говорит, кому что делать? Говорит, одному супу, а второму кишку вправить. Защитников Иловайска было так мало, что с высокой долей вероятности они все друг с другом пересекались. А полученец с позывным код даже успел несколько раз сходить с Бонни в разведку. Она командира от Бога, сказал он нам. Талант в Бонни, по рассказам наших героев, сочетался с природной интуицией, которая не раз спасала бойцов. И мы выдвигаемся туда, значит, БМД, на БМД утес стоит, значит, и сзади на УАЗике стоит СПГ, это гранатами стреляет, значит. И мы выдвигаемся туда, причем на СПГ сидел парнишка, ему тогда было, Таня, сколько ему? 16 было, да, по-моему? И мы так едем, значит, конечно, флаги припрятались, и с посадки только выныриваем из одной, а там стоит НОНО, это самоходная филлерийская установка. Этот УАЗик разворачивается, и задом из-за посадки выглядывает, и парнишка, этот, туда, целую улитку, так называется, улитка, где-то, туда выпускает, и улитка вся ложится в БМД, то есть в НОНО. Вся, один до одного, граната легла. Пожар, конечно, те там бегут кто куда, ну, а мы уже поднял флаги, поехали на СПГ. Как и в блокадном Ленинграде, даже под обстрелами людей пытались вывести, и иногда эвакуация давалась мирным жителям тяжелее, чем постоянное пребывание в подвалах. Татьяна только хитростью смогла вывести в более безопасное место свою пожилую маму. А когда начала рассказывать про бирки, которые родители вешали на руки детям, у меня сначала всплыли самые страшные ассоциации, но потом она объяснила, это для того, чтобы не потерять детей. Пожилая с палочкой ходит, вот она, автобус полный, я говорю, мама, зайди там с детьми по это, попрощайся. Вот она заходит за ней, вот поднимается на ступеньки, а я водителю махаю, закрывай, закрывай, закрывай. Он за ней так двери закрывает, она упирается в дверь, и она понимает, что она уже отсюда никуда не выйдет, что она просто уедет. И вот этот вот страх в глазах, как это так, я куда-то еду, с собственного дома. Страшно было деток в садики отправлять и цеплять им сюда вот бирочки на руки. Как детская, как в роддоме бирочка такая вот, на ней было написано фамилия, имя, отчество ребенка, адрес проживания, номера телефонов. Родители, дедушек, бабушек, тети, с вот этими бирочками наши дети ходили в июле в садик. Это чтобы они... Это в случае экстренной эвакуации, чтобы знать, чей ребенок, чтобы не потерять никого. Те, кто оставался, вынуждены были прятаться в подвалах и бомбоубежищах. Зачастую били по ним прицельно, а вместо знания природе или букваря дети постигали абсолютно другую науку. Я вообще в подвале появилась, говорю, в пятиэтажку, баба, и звали от нас всех. Мы друг другу телефоны подавали по подвалам, чтобы если что звонить, живы или не живы. Мы стояли на балконе с мужем, видели, как бомбили нашу Саур-Маилу, самолеты летели утром рано. Они один за одним летели и бомбили нашу Саур-Маилу. Нам балкона было видно, как он в том, что падал, что я говорю. Дети знали, в какой стороне стенки надо в доме спрятаться в квартире. Если это квартира, то нужно бежать в ванную, потому что там каменная стена, она больше выдержит. Если это частный дом, то подвалы, у кого подвалов нет, уже начали договариваться, кто у кого, кто куда. Но это те, кто оставался. Когда нам рассказывали о том, что происходило в этой школе, у меня невольно всплывали ассоциации с захватом заложников в Буденовске в 95-м году. Точно так же, как тогда, в ИСУ и Тербата согнали сюда людей из соседних домов. Точно так же они морили голодом и били. А когда кольцо вокруг Иловайска сжалось, и им предложили сдаться, они просто выставили людей, как живой щит, для того, чтобы защитники Иловайска не стреляли по ним. Но, собственно, чем не действие Шамиля Басаева в 95-м году? Они только вошли, и уже пошли по улицам люди со списками. И по списку собирали людей. У них уже были готовы списки людей. Забирали, согнали в 13-й школе в подвал и там держали. Могли отрезать там и ухо, и палец, и все что угодно. Издевались над девками. Был там такой хирург у них. Он говорит, я хирург, мне надо учиться. И просто людям отрезал палец, потом пришивал так это. Так запросто. Он учился. У меня там знакомый сидел, много чего рассказывал, что... Ну, именно просто людей попроводали, что люди тоже и закапывали живьем, что они только не делали. Иловайск разделен железной дорогой. Как раз по ней проходила граница между той частью, где было ополчение, и другой стороной города, которая захватила ВСУ. Если можно так сказать, цивильная дорога между частями была одна – железнодорожный мост. Прямо напротив него ополчение держало школу. Но в один день по мосту на другую сторону попытался пробраться комбат террористического батальона «Донбасс» Семен Семенченко. Но его выследила Боня. А я на крыше была. В школе? Да. В какой-то момент националистическим батальонам все же удалось выбить ополчение. из 13-й и 14-й школ. Их они использовали как опорный пункт, а вместо укреплений и мешков с песком в окна выставили более надежный щит. Одна гражданская рассказывала, что у нее внук, насколько я понимаю, что там не все хорошо со здоровьем. Его тоже держали в этой школе. В общем, я не знаю, что с ним случилось. Говорит, кому-то нужна была кровь, и они прямое переливание, я так понимаю, с пацаначки не все выкачали. На той стороне жену с мужем замучили, хотели машину забрать, а она вроде не давала. В подвале покрутили, позакрутили так, что нельзя было кровь положить. Вот так, да. К концу августа крышка котла захлопнулась. Огромная группировка оказалась затянута в огневой мешок, как и предполагал Владимир Кононов. 20-е числа последнего месяца лета выдались для защитников Иловайска очень жаркими. Спали ничтожно мало, но украинскую группировку нужно было удержать в окружении. В последние дни августа на телефон Владимира Кононова поступил звонок с неизвестного номера. На том конце провода украинский командир потребовал выпустить его людей из котла. Говорит, ты офицер, я офицер, я все равно дойду до Донецка. Говорю, ты погибнешь, если ты двинешься дальше того, куда я тебя запустил. Я предлагаю тебе сложить оружие, оставить технику и пешком я вас выпущу из этого котла. С 13-го, 27-го, 26-го, вот самый такой пик, когда мы в принципе, если мы 2 часа за 2 суток поспали, это хорошо. Иногда переговоры шли под 2,5, а то и 4 часа. У меня телефон, в прямом смысле, разряжался уже. Ну, представьте, 4 часа активного разговора по телефону, далеко не успешных по поводу сдачи. Все предложения ополчения были отвергнуты. Колонна украинской техники пошла на прорыв. И Конону свое обещание ударить по колонне выполнил. Мирные жители, которые начали возвращаться после завершения операции воочию, увидели, что осталось тут украинской группировки. Они и пытались, я говорю, тем, что если мы их не выпустим, они будут убивать по одному гражданскому каждые 15 минут, что там, в общем, говорю, ну, на нас просто уже эти уговоры не действовали. Попытались двинуться. Я его предупредил, если сейчас машины не остановятся, я начну уничтожать колонну. У меня уже было все пристрелено, артиллерия была подготовлена, минометы были подготовлены. То есть именно по этой дороге, повторяю, он дает команду на движение. Говорю, я тебя предупреждал, я даю по другому телефону, даю команду. По головной замыкающей и по средней угоне мы уничтожаем 6 машин. Сразу. Он начинает орать в трубку, мат-перемат, это самое. Говорю, я тебя предупредил, если сейчас колонна не остановится, я уничтожу полностью всю колонну. Вот это самое у спинки, это самое, наверное, Донецкое. На Иловацке мы ехали, одна разбитая техника. Одна разбитая техника. Такая горящая, корычливая. Вот эти всякие легковушки, это ужас. Мы вот так вот проезжали, еле-еле. Вот столько было разбито. А когда мы уже заехали в Иловайск, у меня сын встретил с ребятами. На меня говорит, мама, поднимай голову вверх, иди, никуда не смотри. Однако не вся техника была уничтожена. А получение смогло пополнить свои запасы, боекомплекты и брони. После вот как раз Иловайского котла мы получили большое количество техники, боеприпасов, большое количество вооружения. Ну, скажу так, на трофеях выехали все. Всем хватило. Всем хватило. И стоя еще в 15-м году в аэропорту уже, как в Сомали, мы еще жили на том быка, который мы вывозили оттуда. Иловайск был разрушен на 70%. Даже сейчас, спустя 5 лет, проезжая по улице, можно увидеть эхо той войны и на стенах домов, и на дорогах. Защитники Иловайска скромно не называют себя героями. Считают, что по-другому они не могли. А простые люди, которые потеряли своих близких, друзей, свои дома, задаются всего одним вопросом. Зачем они к нам пришли? И тут же на него и отвечают. Кто вас сюда звал? Зачем? Нам сказали, вы тут в золоте катаетесь. У вас тут золото в любой дом заходил. У вас тут золото, денег много, денег много, много денег. Жажда легкой наживы, нетрудом у кого-то отобрать, отобрать, унизить, уничтожить и со спокойной душой спать. Мой сын не пошел туда их убивать. Они к нам пришли. Ихни дети, как говорил, ихни дети в школу ходили. Нашим подвалом сидели потом. Если сказать за себя, я скажу, я просто выполнял свою работу. Это обыкновенная работа солдата. Мы просто показали всему миру, что здесь не какие-то находятся, как нас называют, сепаратисты, террористы и так далее. А мы показали, что здесь находятся люди, которые воюют за свою родину. Екатерина Габель, Станислав Обещенко, Александр Акишин. Специально до телеканала «Звезда». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин